В эфире итоги недели программа актуальных событий на канале Кнессет. С вами Нола Ви. Здравствуйте. Больше не министр, но не теряет надежды вернуться за стол правительства. Богац постановил, что Ария Дерри не может занимать министерские посты, но Нитанияу, подчинившись решению суда, очевидно, верит, что это решение временное. Политические итоги недели мы подведем с Даном Гольдманом. Дорого жить, наша постоянная рубрика в последние месяцы, еще дороже снимать жилье, причем не в теории, а с каждым месяцем. Почему продолжают дорожать съемные квартиры в Израиле на фоне инфляции и уменьшения платежеспособности квартиросъемщиков? Мы хотим обсудить эту тему с Андреем Харазовым, экономическим обозревателем и редактором сайта Девятого канала. Давид Ройтман, израильский бизнесмен-художник, был в нашей программе несколько раз. Уроженец Одессы помогает украинским детям справиться с посттравматическим синдромом при участии израильских специалистов и игрушечного пса по имени Хибуки. Как это происходит, расскажет Давид Ройтман. А также сохранить память о Холокосте и сделать ее доступной каждому. О фильме «Мой сосед Адольф» поговорим с израильским режиссером Леоном Прудовским. Все это в нашей программе прямо сейчас. 22 января премьер-министр Бениамин Нитиньяу официально уволил Арьедери с двух министерских постов после вердикта Богатца, согласно которому он не может занимать пост министра. На его место назначены заместители, которые могут, согласно закону, выполнять обязанности всего лишь три месяца. После этого необходимо назначение постоянного министра. В ШАС, говоря достаточно открыто, мы уверены, что это будет Арьедери. Почему они в этом так уверены, мы хотим спросить у политического обозревателя Дана Гольдмана. Здравствуйте. Добрый день. На этой неделе звучало много громких заявлений. Сам Нитиньяу заявил, что он с тяжелым сердцем вынужден уволить Арьедери с его постов. Временное назначение министра в столь критичное министерство, такие как Министерство здравоохранения, такие как МВД. На фоне всего происходящего, мы видим, что последний месяц в Минздраве происходит практически без власти. Насколько это правильный шаг? Этот шаг говорит о том, что политические деятели уверены, что им удастся провести реформу и вернуть Арьедери на место? Ну, смотрите, здесь есть два аспекта. Хочется отметить первый аспект, это Министерство здравоохранения. Например, раньше называлась кандидатура гендиректора этого министерства в качестве претендента на пост министра, но он остался на своем посту. Это значит, что, в принципе, система и аппарат будет выглядеть примерно так же, как при Арьедери и ранее, при предыдущем правительстве. Тот факт, что Арьедери назначил, не Арьедери, конечно, а Бениамин Даньяо, назначил двух представителей партии США с опытных политиков, которые уже поработали и в министерствах. Выбранных Дерри. Выбранных Дерри, безусловно. Но, так или иначе, они люди опытные, и мне кажется, что они прекрасно понимают правила игры, плюс-минус на любом министерстве, особенно вот на таких важных министерствах, тем более, если мы держим в уме, а что у нас на уме, то у представителей партии ШАС на языке, в главном религиозном, главном издании, там, не знаю, на таблоиде этой партии ШАС и религиозного сефардского мира, Кикара Шаббат, была опубликована статья, в которой прямо говорится, что Ария Дерри на пару месяцев всего покидает политическую жизнь, свои министерские посты. Поэтому вот эти должности временные, и если это держать в голове, то, в принципе, никаким разрушением, никаким перестановкам и глобальным каким-то кризисом не приведет вот эта вот смена должности. То есть, в случае, если реформа и революбина министра юстиции будет проведена в полном объеме, в том виде, в котором она существует сегодня в качестве законопроекта, в том числе, возможно, с улучшениями, так называемыми, сделанными Симхой Ротманом, которые предлагают более крайний вариант этой программы, в этом случае каким образом, Ария, какой механизм возвращения Дерри на посты? — Юристы здесь, наверное, разъяснят более подробно и более четко, но есть механизмы, которые позволяют вернуть Ария Дерри, это не скрывают, собственно, представители коалиции, это обсуждается активно, все сценарии прорабатываются, есть несколько сценариев, но важно здесь отметить другой факт, что реформа судебной системы, которая сейчас продвигается, мы видим, что она не то чтобы... Она, конечно же, встречает противодействие, она, конечно, встречает сопротивление в аппаратных кругах, и в юридических кругах, и в судебных, и критику, в том числе протесты... — Срочную встречу главы Банка Израиля с премьер-министром Нитаньяо, который говорит, я был сейчас в Довосе на главной экономической встрече мира, по большому счету, наш кредитный рейтинг может существенно пострадать, поскольку в нас перестанут видеть ту демократию, которой Израиль являлся последний. — Да, мы вот такие вот голоса слышим отовсюду, и, в принципе, я, по-моему, в прошлый раз договорил касательно Бенгвира, вот в этой же студии, наверное, я не склонен себя считать каким-то пророком, но мне кажется, все складывается именно так, как я сказал в прошлый раз, потому что не стоит преуменьшать и вместе с тем преувеличивать влияние извне, влияние в том числе Вашингтона или, например, Банка Израиля, который прямо говорит, что реформы решительные, реформы радикальные могут привести к большим проблемам экономическим. — Это на фоне существенной инфляции, с которой мы все вынуждены... — Безусловно, безусловно. Вот эти вот все множественные факторы диктуют правила игры действующему правительству, и поэтому они сильно связывают ему руки. И мы видим Бенгвира, мы видим Бенгвира, который, да, он поднялся на Храмовую гору. — Бенгвир даже не скрывает, что он, более того, что он поднялся, он собирается подняться, очевидно, в Песах, он не говорит этого прямо, но он говорит, Бенгвир поднимется, о себе в третьем лице, Бенгвир поднимется на Храмовую гору, это случится. — Да-да, для него это важный символический жест, но вместе с тем после предыдущего его поднятия на Храмовую гору мы заметили, как он заметно ушел в тень, и Бенямин Нетаняу лично, вот главный человек в этом правительстве, что называется, прибирал за ним, пытался наладить мосты, вот ездил в Иорданию ту же самую, которая... — Обещал, что статус кого не изменится. — Безусловно, да. Иордания, кстати, была одним из главных игроков, акторов, которая воспротивилась и пыталась воспрепятствовать поднятию Бенгвира на Храмовую гору. Так вот, мы видим, что Бенгвир в том числе встречается с главой Банка Израиля, а это еще один фактор. Мы знаем, что кредиторы, и в том числе финансовые круги, давят на министра финансового официального Смотрича, говоря ему, что, в принципе, то же самое, что озвучил Банк Израиля, что реформы судебной системы могут привести к кардинальным изменениям в финансовой сфере. В свою очередь, представитель партии «Религиозный сионизм» давит на своего главу комиссии законодательной, Симху Ротмана, и он продвигает как можно быстрее, продвигает эту реформу. Но здесь мы видим обратный эффект. Меня Минитаниел пытается, наоборот, сдержать. Как мне кажется, он, мне кажется, именно поэтому встречался с главой Банка Израиля, помимо того, чтобы понять, что происходит вообще, в принципе, он, возможно, опосредованно пытался повлиять, как мне кажется, это вполне допустимо, ...на главой Банка Израиля. ...на Ротмана. Минитаниел мог повлиять на Ротмана и Смотрича, чтобы замедлить эту реформу. А вот, кстати, замедлить, новое правительство начало, еще месяца они даже не находятся при власти, при этом количество реформ, изменений, отмен всего, что сделали их предшественники, оно просто какое-то феноменальное. Возможно, если бы эти реформы как-то по времени были распределены, например, на полгода вперед, возможно, общество не выходило бы в таком количестве на улицы просто из ощущения того, что отменяется абсолютно все, что сделано предшественниками. Грубо говоря, пришел новый директор, да, и прежде чем он начал что-то делать новое, он просто отменил все старое. Возможно, это неправильный подход. Ну, как минимум, об этом же говорит текущая оппозиция. Когда мы вернемся во власть, мы отменим все то, что отменило сейчас нынешнее правительство. Но если говорить вот об этих решительных и быстрых действиях... В обществе есть различные сегменты, они страдают от этого, у них берут бюджет, переводят его в другой сектор, из другого сектора в третий сектор, сколько можно. И вот здесь мы можем вспомнить о том самом кредите доверия, о котором постоянно вспоминают, в том числе о Ридере, в контексте своего увольнения, что кредит доверия большинства израильского общества был оказан этому праворелигиозному правительству. И, возможно, эти решения по отмене всех тех мер были продиктованы именно тем, что вот ожидания очень высокие. Вот теперь у вас есть много ресурсов. У вас есть решительное большинство в классе. Или же страх политиков, что их правительство может не продержаться, как и не продержалось в прошлом правительстве, достаточное количество времени, чтобы провести долгосрочную политику? Страх здесь тоже имеет место быть, потому что мы видим, что какие-то вот такие радикальные шаги не встречают приветствия даже в кругах сторонников этого праворелигиозного лагеря. Мы видим по опросам, что поддерживают продолжение Ридере работать министром, поддерживают не так много людей. Больше все-таки большинство сопротивляется и выступает против. Но нужно отметить еще один факт касательно судебной реформы. Мы видим, что вот в этой вот ситуации, когда праворелигиозная коалиция, по крайней мере, позиционирует себя как сплоченный такой единый аппарат, вертикаль так называемой вот этой вот коалиции, она достаточно явно вырисовывается, достаточно такая твердая. И во главе этой вертикали стоит Бениамин Нетаньялов. Это тот человек, который, вот если хотите, есть такой пример в политологии, такой термин воинствующая демократия. В 30-е годы тогда разбиралась нацистская Германия. Я ни на что не намекаю, абсолютно не хочу сравнивать. Это разные эпохи, разные контексты. Эти изменения и так слишком часто звучат, и они, естественно, совершенно неуместны. Но можно ходить далеко. Есть и другие примеры в истории, более близкие нам. Мы можем наблюдать то, что происходило в России за последние 20 лет. Это примеры того, как подобные меры приводили к изменению строя в стране. Как демократии превращались в государство с совершенно другим укладом жизни. И такое опасение выводит людей еженедельно на улице. Очевидно, и в ближайшие выходные тоже будут демонстрации. У нас заканчивается время буквально коротко, одним предложением. Чего ждать в ближайшее время? Нетаньялов сделает шаг назад, или же он будет стоять горой за инициативой своих министров? Кстати говоря, мы наблюдаем в том числе сложности и между отношениями министра обороны и министра финансов, которые не могут найти общий язык на данный момент. Насколько Нитаньяу будет готов действительно сказать, окей, хорошо, давайте все-таки мы возьмем, сделаем шаг назад. Насколько он будет готов, мы до конца, я думаю, так и никогда не узнаем. Но единственное, что могу точно с уверенностью сказать, и мы это видим сейчас по официальным сообщениям, всячески будет транслироваться единство этой оппозиции. На фотографиях, на видеозаписях, на публичных появлениях Бениамин Нитаньяу во главе с главными своими министрами будет всячески демонстрировать, что мы единым блоком идем в сторону право религиозного правительства, правого Израиля, Емин Аль-Малек, как говорится. Самого правого. Да, но только на уровне картинки. Это будет на уровне символических жестов. Что будет скрываться под этим, я повторюсь, мы вряд ли узнаем, но, возможно, я убежден, что реформы так быстро не пройдут. Действительно, займет это время, говорится о том, что во время летней сессии только основные чтения этой судебной реформы пройдут, а это уже совсем не скоро. А тем временем нас ожидает утверждение бюджета, которое тоже будет весьма неспокойным. Дан Гольдман, спасибо большое и хороших выходных. Спасибо вам. Добрый день. На этой неделе были опубликованы результаты рыночного исследования Different, это название компании, которая его проводила, в рамках которого были обработаны 70 тысяч объявлений на сайтах и в социальных сетях. Авторы исследования говорят, на фоне роста предложения цены продолжают расти, а причину они называют в том числе. Это алия, связанная с войной в Украине. Так ли это? Совершенно верно. Но это один из факторов, поскольку предложение, я бы не сказал, что оно сильно растет. Увеличение предложения не особо большое в Израиле. Есть, действительно были последние пару лет, начало, началось больше строек, чем в предыдущие годы. Но пока эти стройки еще достроятся, сейчас те программы, допустим, льготные, жилищные, которые предлагают молодым так называемым семьям, хотя тоже эти семьи не особо молодые, там еще эти проекты... Они стареют, пока они ждут возможности приобрести жилье в Израиле. Совершенно верно. Поэтому все это увеличение предложения, оно очень относительное. А приехало, я напомню, по-моему, порядка 50-60 тысяч человек, начиная с марта. Им всем нужно где-то жить. И они жилье сначала даже пусть не покупают, сначала пусть они его снимают. Все равно в какой-то жилищной единице, в какую-то квартиру каждый из них должен уехать, да, каждый из них должен нам поселиться. И тем не менее мы видим показатель, что, например, есть города, в которых стоимость жилья подскочила на 40%. Это просто невероятные показатели. 37-38%. Это происходит одномоментно? То есть хозяин, например, решает, что он повышает цену в момент подписания договора на 40%? Если мы говорим про арендную плату, то да, да, он повышает. Тут есть одно небольшое, один нюанс небольшой. Согласно данным Госстата, которые были опубликованы на прошлой неделе, тем, кто выезжал из квартиры и въезжал в новую, владельцы повышали квартирную плату в среднем на 8,2%. А тем, кто перезаключал договор, тем повышали на 4%. Ну, владельцы квартир в целом ценят тех, кто, так сказать, у них уже живет, да, им сильно не повышается, он на 4%. А если ты выйдешь и заедешь в новую, новую владельцу, он тебе сразу на 8 забабахает повышение. А как обстоит обстановка на рынке жилья для всех тех, кто все же решается взять Машканту, невзирая на страшные прогнозы о том, что в очередной раз будет повышена учетная ставка, достигнет 4,5%? Это очень много. Это влияет напрямую на выплаты. Это повышает уровень риска для тех, кто выплачивает Машканту, поскольку она просто переходит границу 30% от зарплаты. Вот что происходит с теми, кто решается взять эти Машканты? Насколько действительно таких людей много или стало все-таки меньше? Повышение учетной ставки представляет в первую очередь проблему для тех, кто уже взял ссуду ипотечную, поскольку он уже ее заложник. У него повышается действительно по мере роста банковского прайма, если у него привязана ипотека к прайму, она обычно привязана многих людей в большой ее части. Действительно, у них, да, растут выплаты, и они выросли с нуля, с небольшим, то есть, правильно, полтора с небольшим процента, то фактически сейчас до пяти с лишним процентов годовые. А у тех, кто сейчас только думает, брать ли ипотеку, у него же есть преимущество, он может ее не брать. И многие действительно ее при нынешних ценах и при нынешних же выросших процентах на ипотеку предпочитают уже не брать. Поэтому спрос сейчас действительно на покупку квартир упал, на ипотеку упал. Это приведет к снижению цен? По идее так должно произойти? По идее должно привести к снижению цен. Но дело в том, что жилье, оно все же в Израиле куплено-перекуплено в последние годы. И непонятно, будут ли те, кто его купил, начинать продавать его по более низким ценам, так сказать. Новое жилье, которое строится, возможно, да, возможно, цены для него не будут расти, скажем так. Не уверен, что они будут понижаться. Но действительно, да, всегда так, когда-нибудь. А владельцы квартир будут думать, может быть, стоит им еще и подздавать квартиру сейчас за достаточно большие деньги. Чем ее продавать, если у них есть такая возможность? Вряд ли. Тот, кто купил недвижимость, ее обычно на спаде не продает. Это не тот принцип, по которому действуют квартирные спекулянты. А с 2007 года всем фондом съемного жилья фактически владеют спекулянты. Не люди, которым досталось эту квартиру по наследству, а те, у кого образовывали свободные несколько тысяч шекелей, кто их вкладывал, покупал ипотеку, на жильцах отбивал эту ипотеку. Они не будут продавать квартиры на спаде. Они просто будут их сдавать и пытаться выручить как можно больше денег за них жильцов. То есть пока хороших новостей нет, все, чего мы надеемся, что цены пойдут вниз в какой-то момент, этого еще не происходит. Ни на съеме, ни для покупки жилья. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо большое. Всех благ. Грустный израильский песик-игрушка по имени Хибуки помогает украинским детям справиться с посттравматическим синдромом на фоне военных действий и пережитых тяжелых событий. Три года назад израильтянин, уроженец Одессы, основал терапевтический центр под названием «Киндервельт» в Украине. А с началом войны он превратил его в травматологический центр бесплатной помощи детям. Давид Ройтман – бизнесмен и художник, с которым обычно мы говорим об искусстве. Уже с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Сегодня мы говорим о красивых вещах, об искусстве, о картинах, которые вы создаете, об иудайке, которую вы разрабатываете. Сегодня мы говорим о немножко другой теме, которая в некотором смысле связана. Как попал пес Хибуки в Украину? И чем помогают ваши центры детям, которые пострадали от ужаса войны? Ну, вы знаете, песик попал в Украину благодаря женщине-психологу, русскоязычной, репатриантке Дафни Максимов-Шарон, которая разработала эту методику и помогла нам внедрить в наш детский центр, в первый центр в Одессе, а затем мы открыли целую сеть центров. Сейчас-то и Крапивницкий, и Харьков, и Киев. Мы в ближайшее время открываем еще. Вы видите, вот художник в мирное время и помогальщик детям в военное время. Я много лет служил в израильской армии. Понимаю, как это пережить такой стресс для взрослого человека. Ну, а что уже думать о детях? Ведь дети, как ни крути, самые беззащитные во всей этой истории. Оказалось, что родители, беженцы, в первую очередь, заботятся о том, чтобы детей все-таки накормить. А про детские ужасы, кошмары, бессонницу, они думают, что со временем оно как-то само пройдет, как говорится, рассосется. Но, к сожалению, оказалось, что это не так. И имея уже базу для помощи детям на основании Центра Киндергород, который мы создали для еврейских, в первую очередь, еще до войны, мы решили не бездействовать, а помочь детям Украины, поскольку единственные, наверное, в мире, кто умеет это профессионально делать, это, конечно же, израильские специалисты, ведь единственная западно развитая, цивилизованная страна, которая на повседневной основе сталкивается с ракетными обстрелами, с террористическими атаками у ее границ и в ее городах, это израиль. К сожалению большому, это тот опыт, которому, конечно, не позавидуешь, но, тем не менее, наши специалисты действительно в этом смысле существенно впереди. Скольким детям удается помочь? Какова возможность вашей предоставить действительно помощи большому количеству детей? Думаю, что сегодня счет идет уже на тысячи, и вот тут очень важный вопрос. Вы задаете, мы искали методику, которую можно быстро внедрить, быстро масштабировать, поскольку помочь нужно не сотням детей, не десяткам тысяч, а, пожалуй, миллионам. Ведь все эти воздушные тревоги, бомбежки, они все оставляют очень глубокий след. И вы знаете, проявляется он иногда с годами. Парни, которые служили со мной в одном отряде, получили разные проценты инвалидности в Израиле спустя годы, не год, не два, и даже иногда не десять. Целое поколение детей сегодня страдает от этих ужасов. Если сейчас не заняться ими, то они вырастут обиженными, злобными, агрессивными, ну или так может произойти. А главное, это разумеемы на взрослыми, которые не смогут, например, в том числе работать. Совершенно верно. Ну, насчет того, как работать они смогут или не смогут, наверное, это отдельный вопрос. Люди приспосабливаются, но вот эта агрессия и злость, которую они могут принести с собой во взрослый мир, безусловно, ударит по будущей Украине. И история про то, что мы, которых не очень любили, скажем так, давайте политически корректно выразимся, в Украине и в других странах бывшего Советского Союза, сегодня приходим и помогаем украинским детям. Для меня это некий гештальт, некое закрытие гештальта. Я считаю, что это лучшее, что, наверное, мы можем сегодня сделать. А работе предстоит непочатый край. На годы, на годы вперед, к сожалению. Дэвид Ройтман, спасибо большое, что нашли время рассказать об этом проекте. Большую удачу вам. Делайте большое дело. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания. 27 января в мире отмечают Международный день памяти Холокоста. Хранить эту память с гонами становится все сложнее. Приходят новые поколения. Для них жуткие события этих лет являются уже не более чем даты в учебнике истории. И, наверное, хорошо, что так. Но мы хотим спросить у режиссера Леона Прудовского, как он нашел способ рассказать историю катастрофы с неожиданного ракурса в своем новом фильме «Мой сосед Адольф». Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Рады вас видеть и слышать. Вы не только режиссер, но и автор сценария этого фильма. Как вам пришла в голову эта история? Да, сценарий написан, но и моим ближайшим другом Дмитрием Малинским. Да, на самом деле, я помню, что лет 12 назад я вернулся с фестиваля в Бразилии. Что-то я рассказывал Мите про фестиваль, про индустрию в Бразилии. И он говорит, давай сделаем фильм как «Бойс фром Бразилл» про четвертый рейх, про Адольфа Гитлера, который сбежал и прячется где-то в Америке, в Южной Америке. Ну, как-то было мне странно, что мы будем писать персонаж Гитлера, поэтому как-то сначала я не согласился. А потом мы вдруг решили просто, что фильм не о Гитлере, а о неком евреи, пережившем Холокост, который считает, что его сосед Гитлер. И я как-то все эти мысли свои о Гитлере перевел через мою бабушку, которой уже нету с нами давно. Но я помню просто ее какие-то рассуждения, ее мысли, ее ощущения про Холокост, про немцев, про немецкий язык. И вот все вот это как-то превратилось в понимание, что мы хотим сделать фильм про пост-травму и про знать своего врага. Что такое знать своего врага как человека, потому что враг тоже человек. Но на самом деле этот фильм, по сути, он о людях. Он о людях, которых болит. Болит, эта тема болит до сих пор. В Израиле особенно она болит. Мы видим это постоянно. И вот затронуть тему Гитлера, к сожалению, на фоне тех разговоров, которые мы слышим в политике, когда постоянно приводятся примеры нацистской Германии. Мы видим войну в Украине, когда приводятся примеры нацистской Германии. На фоне всего этого, что этот фильм ваш должен сказать? Вот по вашему замыслу. Да, для этого надо фильм посмотреть. Не будем делать спойлеры, да. Да, можно сказать, о чем он сказал. То есть я не могу сказать, что он пришел сказать. Я могу сказать, о чем он хочет поговорить. А дальше уже вопрос от зрителя, да. Что он увидит в этом фильме для себя. Да, да, да. Поэтому, что бы я сейчас ни сказал, здесь совершенно не важно, на самом деле. Ну, вкратце там все очень просто. Это история двух соседей, это история двух народов, двух культур. Две истории, два нарратива, которые находят друг друга спустя много лет после этой большой травмы и видят друг в друге впервые человека. Хорошего, плохого, злого, доброго, но человека. И поднимается вопрос, что такое человек, которого я верю как человека, а не как демона или не как кто-то, кто сделал только что-то плохое. Ну, вот как-то вот об этом. То есть это пост травме, спустя многие годы, ну, пытаться понять, как с ней жить дальше. И можно ли с ней жить дальше. Леон, вы снимали этот фильм за границей, правильно? Да, это израильско-польское продакшн, и снималось это в Колумбии. Ну, это на самом деле даже аргентинско-польско-израильско-продакшн. Ну, вот когда мы говорим о том, что израильско-польско-аргентинско-польша, в Польше эта тема также является весьма болезненной, как и в Германии. Насколько работа над этим фильмом действительно подняла у вас какие-то вопросы, которые, возможно, вы не задавали себе раньше? И у ваших коллег? Нет, я не думаю, что я могу сказать конкретно, потому что, поймите, фильм не говорит про Холокост, а говорит про людей, которые через него прошли спустя много лет. То есть он не рассказывает про террор и страх, он не рассказывает про мучения и боль. Он говорит про то, что чувствует человек 15 лет спустя после этого. Вот, поэтому я думаю, что... Возможно, это самый правильный способ рассказывать о катастрофе сегодня, когда действительно прошло много времени, и сейчас можно говорить об этом именно с точки зрения самих людей. Большинство свидетелей катастрофы уже практически нет, их становится все меньше с каждым годом. Это способ сохранять эту память для того, чтобы она была доступной и понятной будущим поколениям? Да, конечно. Я просто хотел сказать, что из-за того, что сам фильм — это не список Шиндлера, я думаю, что поэтому на съемках не в Колумбии, не в Польше, а мы в Польше тоже снимали, не было конкретно каких-то вот таких моментов, которые вдруг меня вот чем-то обдало, я вдруг задумался о чем-то, о чем я раньше не думал. Это все-таки немножко другое. Это приходило из меня, из нас, из нашей идеи, из нашей истории. Вот, поэтому единственное, что я могу сказать, что один раз в жизни со мной это произошло, это было буквально несколько месяцев назад, наверное, в Индии, на показе Адольфа в Индии. Ну, после показа там фильм очень понравился, мы разговаривали со всякими актерами, режиссерами из разных стран. И там был актер, который был в большом каком-то немецком фильме, вот только-только сейчас вышел, он играл художника Кокошку. И мы с ним разговаривались, он из Австрии, на самом деле, он австрийец. И это первый раз в жизни, когда я услышал человека из Австрии, который говорит, смотри, мне надоело, ну, ему, наверное, как мне, ну, может, младше, может, под 40 ему. Он говорит, знаешь, мне надоело всю жизнь слышать, что, типа, это не мы, это не мои предки, это не мои родители. Ну, Лисейна, всегда встречаешь немца или австрийца, ну, они все прекрасно понимают все. Я говорю, да, эти ужасные люди. Он говорит, слушай, я прекрасно понимаю, что, наверное, это был мой дедушка и моя бабушка. Вот они были, вот эти изверги, фашисты и нацисты. Ну, чьи-то бабушки же они должны были быть? Ну, наверное, мои. Это впервые, когда человек, посмотрев мой фильм, вот он со мной так заговорил. Ну, вот это единственное, что мы... Это уже, очевидно, другой уровень осознания происходящего. Исторической перспективой время проходит. Нужно разрабатывать в том числе и другие способы рассказывать историю катастрофы для того, чтобы она доходила до конечного зрителя, читателя, слушателя, до аудитории, до которой она должна дойти. Фильм про соседа Адольфа. Мы не будем рассказывать, чем заканчивается эта история. Можно его увидеть в кинотеатрах. Леон Прудовский, спасибо большое. Спасибо вам, всего хорошего. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями в израильской политике следите на страницах канала КНЕСЭТ в социальных сетях. Мы встретимся ровно через неделю. Всего наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова